Прошлись по поголовью. В губернской думе состоялся круглый стол, посвященный перспективам развития регионального животноводства. Ключевой темой стало обсуждение молочной отрасли, где идет поступательное наращивание объемов производства. Почти полторы тысячи коров прибавило дойное стадо области, повысилась и продуктивность буренок. И все же вопрос дефицита молока пока остается острым. Региону для самообеспечения не хватает свыше 300 тысяч тонн сырья. Для решения важнейшей проблемы в этом году на 20% увеличена господдержка отрасли. Она составила более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Благодаря субсидиям и частным инвестициям строятся новые молочные фермы в Сызранском, Шанталинском и Ставропольском районах. Основные ожидания связаны с реализацией проекта крупнейшего молочного холдинга страны. Он планирует построить в области три комплекса, рассчитанных на 10 тысяч коров. Соглашение о сотрудничестве недавно подписали губернатор Дмитрий Азаров и руководство компании. Для наращивания темпов развития отрасли эксперты разработали за круглым столом ряд предложений. К примеру, хозяйством, ведущим строительство молочных объектов, предоставить налоговые каникулы, а также увеличить ставки субсидий на молоко. Надо отдать должность. Здесь очень большую работу в 2019 году проделал сам губернатор Самарской области. И вот это якорное подписание с одним из серьезных инвесторов, который уже в марте месяца обещает начать строительство первой фермы, а так их будет три фермы, около 10 тысяч молочного поголовья. Это существенно решит проблемы молочного животноводства на территории Самарской области. Продолжение следует...